Продолжается наш прямой эфир программы Доброй Ранцы, Беларусь Тео Ольга Рыжикова сегодня вместе с вами, ну а вместе с нами замечательный исполнитель, ему еще не полных 22 года, но его телевизионному опыту могут позавидовать уже опытные коллеги по цеху. Знакомьтесь, финалист Евровидения 2017 Владислав Курасов. Сегодня в нашей студии, Владислав, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Владислав, ну давайте сразу приоткроем все тайны ваших прописок. Все тайны. Брест родной город, родились в Бресте, потому ехали жить в Краснодар. Ну, собственно, еще там помотало по России немножко. А, еще помотало. Папа был военный, в то время это было как бы нормой постоянно переезжать. Ага, ну и в итоге сейчас живете в Киеве. Да, я случайно попал в Украину на один телепроект, и уже после так все закрутилось, что, собственно, в 16 лет я оставил все. Сказал, мама, до свидания. А как же мама и все, пока я сам такой взрослый, да? Все в России, да? Молодец, мужчина, правильно. Слушайте, ну хорошо, а школа там как-то вот... Закончил благополучно, вот так вот оставил. Университеты дальше были? Ну, к сожалению, я думал поступать вообще изначально, я закончив школу, думал поступать в Москву, как и, собственно, все вокалисты по одному такому пути. А потом, так как с Украиной связала вот так вот судьба, наверное, немножечко было в то время не до учебы. Мы подписали контракт, начали работать, и у меня бы просто, меня бы физически, наверное, не хватило. Хорошо, Владислав, тогда вопрос, вытекающий из этой информации. Живешь в Киеве, но участвуешь в национальном отборе в Беларуси. Да. Почему не в Киеве? Почему выбрал нашу страну? Я, ну, такая, так, собственно, так совпало, но в прошлом году я пробовался на украинском отборе, да, и, собственно, там достойно, я считаю, показал свой материал. То есть был в финале, да? Ну, собственно, да, уже в эфире телевизионном. Но я так подумал, что, ну, собственно, Беларусь мне не чужая страна, и пора как-то познакомиться уже со страной, откуда меня, собственно, в детстве выдернули, и тут не дали. Я, к сожалению, даже не был еще в Бресте, вот в таком сознательном возрасте, очень хочу побывать. И я все время думал о том, что как-то вот так вот, да, Россия, Украина все время показывали такие очень отличные результаты на Евровидении. Мне все время было обидно, почему Беларусь как-то вот вроде бы талантливые люди, и хорошие песни, и классные номера. И как-то все время, и я так себе где-то там... Ну, не то, чтобы я не буду так высоко говорить, но вдруг мне удастся сделать что-то хорошее для своей Родины, почему бы нет? Мне кажется, это будет здорово. Ну, конечно, мы желаем тебе удачи. Наверное, давай поговорим о песне. Самое время, да. Он написал, чья песня? Я сам пишу свою музыку, и Евровидение тоже не... Ну, к сожалению, английский не так хорош у меня пока, чтобы я писал. Наталья Ростова, это украинский автор, мы с ней уже работали в прошлом году для Евровидения, она писала текст. Там музыка, собственно, моя история, также моя. А вот «Следуй за игрой», да, называется песня? На каком языке, кстати, будешь завтра представлять песню? На английском, конечно же, все-таки, да, на международном. Ну, тогда вот, может быть, для тех, у кого с английским тоже, может, не все на «ты», расскажи немножко, о чем песня. Какие, может быть, вопросы, проблемы ты в ней поднимаешь? Это, ну, такая личная история. Я, в принципе, молодой парень, у которого еще все очень кипит, и я все переживаю очень эмоционально, и, может быть, как артист, и, в принципе, как, не знаю, творческая единица, если можно так сказать. Песня о таком интересном моменте, я думаю, что, наверное, у каждого такое бывало, когда ты встречаешь человека из своего прошлого, и у тебя возникает момент ностальгии легкой, тебе хочется вернуть все, вот какая-то искра будто бы снова загорается. Это вот та буфетчица из школьной столовой, у которой были самые крутые сметанники вообще. Ну, возможно, возможно, возможно и так, да. И тебе хочется лишь вот на миг, на сегодня, на секунду поиграть в эту любовь снова, поиграть в эти отношения. Поэтому мы решили назвать песню именно «Следуй за игрой». То есть все не на самом деле, все уже прошло. Но сегодня, сейчас, в данный момент тебе хочется пережить это снова. Просто полистал так легкие страницы жизни. Да, то есть я бы не сказал, что это лирическая, драматическая, грустная песня. Это песня воспоминания, наверное. Владислав, что будет происходить на сцене? Ну, наверное, такой, собственно, понятный абсолютно вопрос. Все его наверняка задают вам. Но все-таки, будут какие-то элементы шоу присутствовать? Я всегда говорю, будет выкатываться рояль или все намного проще, лаконичнее и в точку? Балерины оттуда. Повторимся. Ну, на самом деле, я все время вот в своем творчестве в Украине, те, кто знают меня, да, я как-то все время опирался только там на свои эмоции, на чувства, на свою музыку, прежде всего, как композитор, наверное. То здесь я все-таки... Ну, без особых затрат. Экономно. Нет, то может быть здесь все-таки другая шоу? Ну, это был юмор. Какая классная шутка, Тео. У тебя вся страна смеется. Я везу с собой, привез с собой сюда в Минск, 4 бэк-вокалиста замечательные. У нас будет небольшая лаконичная постановка, которая будет заключаться в нескольких движениях очень красивых. И у нас очень клевые костюмы. У меня будет такой образ какого-то ворона. Мы очень долго продумывали все эти образы. То есть, ну, хотим, да, все-таки, чтобы это и смотрелось. Помимо того, чтобы слушалось хорошо, дай бог, чтобы еще и смотрелось неплохо. Да, но какие-то вот, я не знаю, ты читаешь отзывы в интернете о том... Разучился это делать и не хочу абсолютно внимать, потому что... Что люди злые, да? Много пишут... Ну, интернет такая злая штука, мне кажется, в принципе. Конечно, много. Я стараюсь прислушиваться к мнению, да, вот когда. Но читать все это, я знаю, что я... Ну, не то чтобы ранимый, но я очень восприимчивый. И у меня начнется вот это... Я буду постоянно думать о том, что же не так, что я должен делать по-другому. Ну, сейчас не то время, когда уже завтра выходить на сцену и нужно покорить... Меняем все. Слушай, ну, у нас есть один еще традиционный вопрос, который мы задаем всем финалистам, который будет представлен уже завтра в концерте. Ты выходишь под номером три. Скажи, вот как ты думаешь, почему наша страна должна проголосовать за тебя? Вот можешь прямо в камеру обратиться? Да, вот телезрители нас сейчас смотрят. Дорогие белорусы, ну, во-первых, прежде всего, потому что я очень хочу познакомиться с этой страной поближе. Я хочу вернуться к своим корням. И я думаю, что у меня хорошая песня. Думаю, что у меня хорошие материалы, что я готов к этому, достоин. И очень-очень хочу принести Беларусь хороший результат. Прямо сейчас вы услышите песню одного из финалистов национального отбора Евровидения 2017 Владислава Курасова. Прямо сейчас вы услышите песню одного из финалистов национального отбора Евровидения 2017 года. Прямо сейчас вы услышите песню одного из финалистов национального отбора Евровидения 2017 года. Прямо сейчас вы услышите песню одного из финалистов национального отбора Евровидения 2017 года. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...